ребята всем привет сегодня будем обслуживать квадроцикл много на канале спрашивают почему не показать квадроцикл не рассказываешь пришло время технического обслуживания ну и по регламенту масла поменяем фильтр отмою сейчас его ибо технику надо обслуживать только чистую помоем тележку от него купил и купил всякие смазки к нему смазки там шмазки покажу вам кому год интересно может заинтереснуться тоже приобретут в основном видео для мужчины и работ женского полу не так интересно как тех из техника возятся так что смотрим не переключаемся я посмотрю чудо как только на сам еще не знаю погнали вчера гонялись коляном болин даже лебедились один раз забуксовали о тележечка не знаю показывал нет не показывал наверно еще где-то я уже отснял ее в одном видео чермед вожу на ней цена данного экземпляра 30 тысяч рублей зараза шаровой не было крепления шарового пришлось с дышлом брать у меня шар стоял и открутил его и сейчас шарик убран поставлена дышла сейчас мы отмоем а то он у меня в безобразном состоянии технику надо обслуживать всегда чистую заменим маслица фильтр поменяем покажу вам смазочки там у меня есть интересная смазочки я приобрел вот такие для подвижных деталей защитное покрытие для проводов жидкая изоляция тоже это фирма на на это у нас долговечная защита от коррозий про не проникающая смазка нового поколения о фирма на нам тоже сейчас расскажу это все отмоем сначала его ну и тут еще супер дождь фары протирать чтобы грязь не липла чистое стекло взял так что смотрим не переключаемся куча интересностей о этот я уже обзор дел работает третий сезон между прочим успеваю только фильтр чистить вот здесь раскручиваю почистил его и все нормально нравится приступим вот такие насадочки у меня есть на моечку все используют полностью сначала вот этим этим можно грязь отбивать сейчас я сниму вот этот пластик кожух ибо там грязи много и сниму наверное вот этот вот этот пластик весь с подножкой вместе за одним там почистим все хотя подножку не обязательно снимать но все равно откручу и чтобы обслуживать за одним сразу же масло сейчас поменяем и фильтр сменим и вы мы там все внутри что смотрим без боковины он не так примечательно выглядит шприцевал на днях крестовины вот они крестовины вон там чтобы добраться надо боковой пластик снимать нифига не видно это солнце в общем там вот в первую крестовину чтобы добраться на нее надо пароластик было скинуть и смотрю у меня вот это кофра слетела с карбюратора ну раз слезла и все и грязь подсасывала заметил устранил недостаток воздушный фильтр стоит с него на него карбюратор идет лофра почему до слезла не знаю почему безобразие антифриз тут смотреть даже больше что норма у меня еще немножко так скидываем эту крышку сейчас я скину и подножку сейчас открутим и все а забыл еще рассказать то едем с колей чемпионом по лесу и заглох он у меня сразу же так встал и все забила фильтр заправился на олимпийской заправке бензин херовый там возят с лотари и забила мне фильтр мы еле еле доехали надул я бак бензину ртом и на холостых оборотах мы с ними ехали наверно километров 5 до первой заправки заехали там же купили фильтр вот этот я поставил джигулей все завелись и поехали дальше вот так у меня засран был фильтр вот два косяка я исправил и что мы видим здесь вот такое после мойки все равно безобразие остается защита на одной стороны вещь хорошая с другой конечно за зло всю грязь здесь она держит при себе сейчас я это все от мою хозяйство так крестовина меня стоят pajero с пресс масленками для шприцовки здесь их видно пресс масляночка про шприцевал недавно но это не взяли разбирать чтоб шприцевать так заменим фильтр сейчас заменим масло вот сейчас соответственно все отмой сейчас так это надо ручками все убрать вот столько грязи конечно никогда не выматься листья еще эти нацепляли здорово вот так вот и Вторую сторону снял. Смотри, сколько грязи тоже. Все надо вычищать и вымывать. Думаю, нафиг что. Если уже делать так по-хорошему. Он пресс масленкий. За одним сейчас, наверное, шприцом с этих сторон. Тут брызгал так вода попал. Карданчики. С тех, наверное, не буду. Посмотрим. Вот такая грязи под защитой. Сейчас все вымою тут. О, пошла сразу. Смазочка. Где-то камера видно, да? О, со всех щелей поперла. Так. Так. Амортизатор. Ой, амортизатор, вроде. Прошприцевал крестовины. Сейчас кулаки еще шприцану. Хотя тоже недавно шприцевал, но пусть будут. Хуже от этого не станет. О, пошла вода сразу. О, за грязь нато улазит. Есть. О, где его вылезло? С боков пусть будет. Ну, сейчас все по кругу шприцану. Так. Начинаем сливать масло. Сначала, наверное, открутить канистру, потом подставлю. Ключ на 17. Двигатель я прогрел. Ну, так, относительно прогрел. Здесь у нас сливная пробка есть. Довольно так. Так, с какой стороны-то откручиваем? По-моему, на себя, да? Да. Забыл уж, как откручивать. Бывает. Ничего страшного. Так. Туда ли поставил, чтобы плелось. Можно сразу же открутить уровень масла, проверять, чтобы давление создалось там внутри. И все. Тут главное еще... Так. Не обжечься маслом, если оно горячее слишком. Так что аккуратней. А, что-то масло-то и не очень горячее даже. Не успело толком нагреться. Все. Пускай сливается. Тут два литра должно быть. И в фильтре еще немножечко. Что там, видно? Как льется. И да, наверное. Масло бы вам заливать вот такое. Четыре литра я купил. Входит два. Ну, два там с копейками. Минеральная. Синтетику не вижу смысла. Потому что каждую тысячу километров масло менять. Деньги на ветер. Фильтра. Фильтра от Matisse подходят. Вот это. Matisse машинка. Но я сейчас оригинальный пока поставлю. В Америке на eBay я купил. SF Moto. Вот такой двигатель. Со съемничком. Также на днях я тут проблемой столкнулся. Не мог болт один открутить на нем. Ребята знакомые, которые на джипа гоняют, посоветовали. Говорят, лучше ВДшки. Фирма Nano Protect. Небольшую рекламку им сделаю на халяву. И закупил я всякой шляпой себе. Проводку смазывать, везде все обрабатывать. Вот сейчас я везде все обработаю полностью. Ну и уже до этого кое-какие болты, которые откручивал, уже смазывал. Сразу же целый набор купил. Еще фары взял протирать. Купить можно во всех магазинах автомагазинах инструмента. Также я ссылочку оставлю под видео. Кому интересно будет, где можно в Кирове приобрести такое чудо. Лучше ВДшки. Ну и всякие тут. Контакты в воде работают. Вообще четко. Потом еще себе приобрету. Так что рекомендую. Смазочки, все болтики. Вот эти мы сейчас брызгаем полностью. Проводку тоже вот, когда помоешь, постоянно обрызгиваешь. Вообще, рекомендую в общем. Итак, я не знаю, стоит ли промывать его. Наверное, я не буду промывать в этот раз. Залью так, как есть. Погнали. И фильтр сейчас сменю сразу же. Фильтр будем вставить вот эти. Фирма непонятная. Погнали. Сейчас двух камер попробую заснять. Обязательно тряпочку на подложи, а то все в масле будет. А то вот и так будет все в масле, но все равно. Лучше положить тряпку. Ключа у меня нету здесь, потому что стоит от Матисса. Придется сдергивать его газовым ключом. И ключ-то, конечно, такой. Не для этих целей вообще. На форумах пишут, что от руки можно затягивать. У меня, по-моему, тут от души кто-то затянул. Блин. Все, сорвал я его, блин. Масло кучу набежит. Так. 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 забега. Полный маслофильтр. Походу черный весь. Сейчас нам надо в наш фильтр залить немножко масла, чтобы он не пустой был. Так. Фильтр. Вижу оригинальный. Без клапана. Так. Опачки. Охрен. Вот еще. Целка стоит. Целку убираем. Наливаем масло. На такой шприц хитрый есть. Для масла специальное. Берем. Наливаем фильтр. Чтоб он был не пустой у нас. Масло старое уберем. Здесь все протерем. Конечно, промыть я хотел. Ну ладно. Не буду в этот раз промывать. Накручиваем. Быстренько. Оп. Готово. Фильтр поменен. Сейчас я тут все вытеру, приберу. Начнем в двигатель заливать. Туда должно входить 2 литра. Это примерно. Сколько, я не знаю, в этой банке. Литровая. Так, наверное, две банки такие выйдет. Сейчас посмотрим. Положим. Положим. Кладем сюда. Положим. Ругают меня за это слово постоянно. Подписчики. Говорят, заколебал ты. Дима. Ложить. Класть надо. Я говорю, понимаю. Исправлюсь. Сначала накачиваем шприц. И идем. Может заливать, кто знает, я не знаю. Сейчас посмотрим. Можно, конечно, через лейку, но долго. Доливаю недостающего масла до уровня. Залил масло. Сейчас что сделал. На холостых немножко поработал. Сейчас долью и все. Ну, он сейчас обмазал. Фильтр попал туда тоже. Остальное сейчас не достаю. Сейчас он отстоится у меня. И сколько мне не хватает, долью. И, в принципе, все. Обслуживание готово. В принципе. Ну, все. Это у меня очиститель тормозов. В тот год мне подписчики прислали. Три банки до сих пор пользуюсь. Масло всякую ерунду отмывают. Вообще четко. Все высохнет и следа не останется от масла. Вот такие дела. Ставлю я на место пластик. Так. Что, сборку уже не буду. Пока я соберу. Покажу. Так. Все отверстия я смазочкой здесь побрызгаю. Проникающее, чтобы оно потом нам не возится. И это я болты смажу. Вот так, чтобы не ржавело, ничего. Такая у меня смазочка хитрая. Так, пусть стоит. Будем мазать болтишки. Собрал я его. Нормально все. Заводится. Ну, едем. Тысячу-то километров опять. А что, их быстро намотаю. Все обработал. Все болтики нано-протектом каким-то. Купил я его много тут таких штук. Проводочку тоже обработал всю. Ну, это для смазочки. Вот такие дела. Заняло это у меня не спеша. Часа, наверное, три. Все дело. Еще хотел вам показать. О, какой у меня ударный шуруповерт. Мощный. Есть индикаторы. Батареечки. Им откручу. В гараже электричества нет. Все на аккумуляторах. Ну, все. Спасибо, кто смотрел. Вот такая мужская забава у меня. Хе-хе. В гараже поковыряться с техникой. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Ставьте грозные лайки. Пишите комментарии. Ну, я что иногда буду показывать. Если что будет с ним происходить. Ломаться, если. Так пока радует. И дури хватает, и всего. И едет. Нормально. Увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok